К нам в гости заглянула Ольга, Ольга Сладченко. Она, смотрите, переводчик, китаист, доктор наук КНР в области китайского языка, а также член Союза переводчиков России и сотрудник Сибирско-федерального университета. Доброе утро. Доброе утро. Это только малая часть. С Ольгой будем беседовать на тему символа наступившего года, того самого зеленого деревянного дракона. Когда, кстати, наступает этот год? Мы его отметили вроде как с 31 на 1 уже, но на самом деле... Это мы сейчас про чей Новый год говорим? Если русский Новый год, он, конечно, наступит 30 декабря. Китайский Новый год по лунному календарю наступает 10 февраля 2024 года. А каждый год он еще же по лунному календарю может двигаться в разные даты. То есть он не всегда 10 февраля, правильно? Конечно. Это подвижная дата, и она зависит от Луны. Это, ну, с нашей точки зрения, второе новолуние. А вот никогда с этим не сталкивался, а он может сильно двигаться, Новый год? Ну, то есть может там 10 февраля, а может в апреле быть? Нет, нет, нет. То есть неделька где-то, да? Это конец января, начало, середина февраля. Ну да, чтобы китайцы смогли спланировать отпуск свой, да? Обычно они начинают путешествовать. Кстати, почему именно зеленый и деревянный? Что там вот такого необычного у него? В китайской культуре, в китайском языке, в Древнем Китае была система исчисления 10 небесных стволов и 12 земных ветвей. И вот это вот их сочетание дает нам, что у нас есть 12-личный цикл какого-то животного, дракон, да, и дает определенный цвет. А соотнесение с пятью элементами, первоэлементы земля, вода, огонь, металл и дерево, дает нам понимание, что это будет деревянный дракон. То есть такой комбо собирается, да? Герой года и какой он, да? Да. Даем характеристику. Что, кстати, дарят на Новый год китайцы, как они к этому празднику готовятся? Для китайцев это самый важный праздник в году. Но подарки они особо не готовят, только разве что у них очень практичные подарки. Короче, только мы, да, озабочены на это. Они петарды покупают, да, всякие хлопушки? Петарды обязательно, но это не подарок. Смотрите, согласно китайской мифологии, каждый год приходит чудовище Мьен, которое... Какое чудовище? Мьен. Оно созвучно звучанию китайского языка слова «год». Мьен. Это чудище раньше в древности приходило и за раз поедало большое количество людей. Потом они поняли, что это чудище боится. А. Красного цвета. Б. Кромких звуков. Поэтому они активно запускают петарды, где это разрешено делать, да? Ну, понятно. И определенные люди, определенные китайцы, они надевают красный цвет, но, естественно, украшают дом в красный цвет, какие-то парные надписи красного цвета, красные фонарики. А потомками драконов считают, да? Конечно, конечно. История такая. Лонг Дэ Чуан Рэн. Они про себя говорят, что мы потомки драконов. Да, согласно мифологии, был император, который превратился в дракона, и от него пошли все люди Китая. И что у них осталось от драконов? Чешуйки или огненное дыхание? Я думаю, что метафизическое мышление. Мышление. Поздравляют ли русские, допустим, партнеров, друзей с Новым годом китайцев? Конечно. Я всех своих клиентов, всех русских, кто взаимодействует с китайцами, активно призываю поздравлять в это время своих друзей. Это хороший повод напомнить о себе, хороший повод дать понять, что мы уважаем их культуру, пожелать чего-то хорошего, доброго. Вернемся к подаркам. Подарки китайцы дарят, например, мешок муки, молока, греча. Гречку китайцы не едят. Почему у нас нет такой традиции? А я бы с норсием жене бы и муку подарил, и гречу. Причем мешок одного и мешок другого. С радостью. Либо деньги. Деньги – прекрасный подарок. Китайцы дарят деньги? Да, бабушки, дедушки внукам дарят деньги. В красном конверте. Про деньги, кстати, выпускаются новые монеты и купюры, да, у них? Ну, не так, может, часто, как хотелось бы, а может быть, каждый год, нет? В этом году в честь года дракона в Китае выпустили новые деньги. Это бумажные купюры с изображением дракона и монетки. И мне показывали коллекцию, где монетка, которая была выпущена 12 лет назад и 24 года назад. И вот новые купюры. Я смотрела в интернете уже, в русском продаются эти, можно сказать, эксклюзивные монеты, эксклюзивные купюры. Например, монетка в 5 юаней, которая, ну, если мы переведем юани в рубли, стоит порядка 60-70 рублей, у нас продается за 10 тысяч рублей. Это лимитированная какая-то, да, выпуск вот этих новых купюр? Китайцы... Они красные, банкноты? Не все, некоторые зеленые. Ну, монетки тоже есть разноцветные. Они их куда-то складывают, я спрашивала, кладут ли они их в кошелек для привлечения денег, нет? Под подушку. Такого нет. Ну, просто память на такая монета. Кстати, про красный цвет-то, а встречают ли они Новый год исключительно в красном вообще? Есть ли такое появление? Ну, может, вот как-то, как встречать Новый год? Значит, при наступлении, там, этого Нового года на столе не должно быть курица, например, там, или мясо, да? А у них есть какие-то такие традиции? У них относительно стола тоже есть свои моменты. На столе должна быть рыба, потому что рыба созвучна достатку, и желательно рыбу не доедать до конца, чтобы в год, в следующий год был достаток и был излишек, скажем так, это раз. Что сделать? Делать с оставшейся рыбой? Угостить котов? Ну, их предлагают духом, а потом, да, утилизируют, скажем так. Да, относительно одежды. Красный цвет обычно надевают те, чей год. То есть, если я родилась в год быка, то я в год быка надену красное. Если я родилась в год дракона, то, соответственно, в год дракона. Почему? С одной стороны, китайцы верят, что если в год дракона, то всем, родившимся в год дракона, будет сопутствовать удача и какое-то везение. Но плюс эти люди также находятся в определенной зоне риска. Как у нас есть, наверное, тоже поверие. Мы сейчас говорим про суеверие, да? Есть поверие, что в день рождения человек наиболее уязвим. Так и в год дракона, все, кто дракончики, они должны немножечко поберечь себя. И поэтому, опять же, чтобы никакие чертики, никакие злые духи не навредили, они надевают красное, красную одежду. В основном это красное нижнее белье. Если мы говорим про север, северо-восток Китая, это может быть красненькое термобелье, какие-то элементы есть, поясок такой тряпичный специально покупают. Это либо сам человек покупает, либо его родственники дарят ему, чтобы он... Что с календарем с рабочим в Китае происходит? Надо же поберечь себя, поэтому, видимо, те, кто у кого год дракона, они отдыхают. Ну, понятное дело. Как у них там? Китай уже отдыхает, очень много заводов уже закрылись. Серьезно? То есть у них схоже с нашими январскими каникулами, да? Я бы сказала, даже утрирований, потому что Китай отдыхает, по сути, с 31 по 20 февраля. Лучший коллег, партнеров в это время не беспокоится. То есть три недели они это, понимаешь... Некоторые заводы закрываются, допустим, там, литейные производства, я знаю, закрываются на месяц, на полтора. В Китае нет отпусков. Это единственное время, когда можно устроить свадьбу, потому что гостям не нужно завтра на работу. Отправиться в путешествие. Все подряд, каждый день у кого-то из родственников свадьбу гуляют. Там просто есть такая информация, что те, кто работает, они мало того, что любят свою работу, уважают, так еще и ходят на нее. Потому что если на нее не ходить, заболеешь или пойдешь в какой-нибудь отпуск, за твоей спиной 10 таких же стоят претендентов на твое место. Хотят тоже работать. А почему у них нет отпусков, кстати? Вы знаете, на самом деле, это же так удобно. У нас летом звонишь в какую-нибудь инстанцию, нет человека, он в отпуске, потом его заменяют. Коллеги недовольны, потому что им приходится выполнять их работу. И прочее, прочее. Вот это постоянное согласование графика отпусков. Тут все разом встали, ушли. Вернулись, все продолжают работать. То есть для страны, если так подумать, это очень удобно. Один маленький перерыв в год. Один маленький перерыв в год. Я, кстати, еще хотел один момент уточнить. А вот дракона, у нас понимание дракон с чешуйками, огнедышей. В Китае какой-то другой дракон? Или они также видят его? Во-первых, в Китае очень много драконов, но видят они его иначе. Интересный момент. У нас на одной из улиц города Красноярска, напротив, не буду говорить, какого китайского ресторана, стоит фигура дракона. И мне все китайцы говорят, а почему дракон не наш? Знаете, в чем отличие? У китайского дракона нет крыльев. Даже вот картинки мы можем, если посмотреть. Во-первых, у них дракон очень такой собирательный, чем-то похожий на змею, поэтому они любят дракона и любят змею. У дракона китайского рога, элементы орла, льва, коровы. Это все переплетено в теле. Опять же, чешуйки рыбы. Это все переплетено в теле дракона. У нас все-таки дракон летающий. У них считается, что на лбу есть либо рог, либо какая-то шишка, либо на картинках она может отсутствовать, но это элемент, благодаря чему китайский дракон может летать. Ну вот так. Почему, говорит, дракон не наш? Потому что подделка. Именно так. Ну что же, спасибо, Ольга, за такой интересный рассказ. Теперь мы с вами знаем чуть больше о китайской культуре и о том, что год зеленого дракона уже начался. Деревянного. Деревянного, да. Начинается. 10 февраля. 10 февраля. Ну, идет подготовка. Ну, имеется в виду, отпуск начался уже, да, а там и до праздника рукой нападать. Вам большое спасибо и до новых встреч. Спасибо.